И у нее такая есть традиция классная. Между прочим, я когда-то, это ведь 10 назад, услышала от Анны Ахумьян. Поэтому Харминя у президента Свети, раз уже как президентское мышление, она тоже говорила об этом, что если по два звания за год делать, то там можно всю карьерную лестницу за несколько лет пройти. Как это Ахумьян и сделала. То есть она посчитала, если она по два звания будет делать, то она дойдет до президента за сколько там, за 7 лет, по-моему. Поэтому, смотрите, в 2013 году она закрыла звание старшего директора и золотого директора. А в 2014 году она закрыла уже три звания. Старший золотой, сапфировый и бриллиантовый. В ее структуре ВИСИ СНГ, в ее структуре два директора в Казахстане. И на сегодняшний момент сбылатель мечта. Она вошла в топ-15 филиала, в Воронежского филиала. Встречайте, пожалуйста, новый бриллиантовый директор. Игорь Шухарукова! Добрый день, гидеры! Я очень рада быть сегодня с вами. Для меня это большая честь. Спасибо, что пригласили меня выступить. Неожиданно, было и очень приятно. И сегодня я с радостью с вами поддаюсь системой работы, которую применяет моя команда, строя бизнес-интернет. Я начну свой рассказ с себя. Мы слышим о себе. В степенческие годы, пока я получала высшее образование, я хорошо слышна. Я одновременно и училась, и работала. Была регистратором медиа-салона. Я начала рассказ с вами изучать именно с степенческих лет, потому что это был очень важный период жизни для меня. Именно тогда я впервые услышала, что такое сетевой маркетинг. И очень заинтересовалась. Пару слайдов попозже я чуть подробнее расскажу. Когда я закончила учебу, в институции получила образование, у меня уже не было желания идти куда-то работать по найму. Мне уже хотелось чего-то своего. Мои родители были заняты в торговле. И сейчас мама продолжает. И у них на то время уже было два небольших магазинчика с продуктами. И они предположили, что у меня тоже может получиться в торговле торговать. И подарили мне на первом кружочке, видите, вот такой ларетчик, точку в городе Курске на одном из линков. Это вот мой был. Попытка организовать свой собственный бизнес. Это моя первая. Ну, знаете, каких-то огромных денег, конечно, этот бизнес не приносил. Чтобы с этих ларичек получать деньги, нужно как минимум 10 их иметь. И это были года, когда как раз массово начали появляться супермаркеты. И люди уходили с рынков в супермаркете. Поэтому особо сильно ловить нечего было на рынке. Вот так вот где-то около двух лет я занималась торговлей, продавала гранаты. Ну, и как-то стало приходить к выводу, что все-таки больше убытков мне кинуть призы, чем прибыли. И решила извернуть эту лавочку. Но в тот момент я уже жила самостоятельно, я уже жила без родителей. Они жили в Курской области. Я в Курске. Снимала уже. Мне как-то не хотелось возвращаться к ним, сидеть у них на шее. Кучить надо что-то было, поэтому все-таки я устроилась работать по найму. И стала специалистом банка, специалистом по променю кредитов. Мне вот сейчас, когда я захожу в магазины, с техникой вот такой, да, на самом деле жалко девчонок, которые сидят у кредитов. Потому что, я знаю, тяжело им остается вот эти копеечки, которые они там зарабатывают. Потому что, чтобы там что-то получить, нужно закладки маленькие фиксировать. И чтобы получить хоть какую-то там зарплату по почте, нужно выполнять план по кредитам, ежемесячный план. Этот в одиночку выполнить было нереально. Банков очень много. На магазинах 5-6 банков, конкуренция, всех это денег. И как-то вот мы с девчоночками поэкстрировались, вот два-три человека. Они делали вот этот план месяц на одну девочку, второй месяц на вторую девочку. Потом эту премию, зарплату нам платили премию. Эту премию потом мы делили между собой. И вот таким образом удавалось зарабатывать 6-7 тысяч рублей в месяц. Это были года 1600-17. То есть нужно было очень постараться. Затем я ознакомлюсь со своим супругом. Он там сам из города Железногорска, где мы сейчас проживаем со своей семьей. Но в то время он жил и работал в Москве. И вот через какое-то время он меня забрал. Сидя сюда, в Москву. В Москву только лет, да? Я стала сработать в своем банке, но уже перевелась в офис. Когда я оформляла кредиты, не было постоянного места. Приходилось все время бегать по точкам, с баулом за плечами, со сменной обуви, с чашками и так далее. А тут вот это как уже в офис, в Москве, в банку. Это блудочка белая, да? И блудочка. Стала я сотрудником архива в архивной работе. И здесь уже как раз я десанила. Вот так увидела мое рабочее место. Занималась обработкой документов. И затем в большом огранилище нужно было их отскладывать. Это вот такие узкие проходы. Это такие тяжелые коробки, которые нужно было достать сверху, найти нужную папку и положить туда документы. И за всю вот эту прелесть уже по сравнению с тем, что получала в Курске. Нормлата была просто шикарная. 20 тысяч рублей вклад. За вычетную налогу в 17400 мне оставалось на руки. Вот так вот я работала. В 2009 году я ухожу в свой первый выпуск по уходу за первым ребенком. И уже тогда начинаю вспоминать свои студенческие годы. И я уже ухожу с намерением, что на работу по найму я возвращаться после декрета не хочу. Не вообще на вот эту работу в архив, а вообще в принципе на какую-либо другую работу. И я понимаю, что декрет для меня это то время, когда я смогу, могу зацепиться, да, залить фундамент своего бизнеса и развить его настолько, что позволю себе уже на работу не возвращаться. То есть, собственно говоря, уже было неизвестно, будет ли мне туда возвращаться потом, потому что было несколько полосокращений в моем банке, увольнений. Сейчас вот я, понимаете, вчера была на своей работе, сейчас расскажу, зачем я туда ездила. И там из того коллектива, в котором я работала, осталось всего лишь 4 человека. С тех сократили осадлит, какой уход из-за начальника отдела. Зачем я ездила, это расскажу. Я вчера, у меня 18 августа, я два года заканчивается уже второй михотерапевтный отпуск, и я вчера ездила, писала заявление на увольнение. Вернусь, да? То есть, уходя из тех, я уже начинаю серьезно думать, чтобы заняться строительством своего бизнеса, серьезного бизнеса. Что я считала серьезным бизнесом? До рефлей, в суткинческие годы, я встречалась с сетевой маркетингом. Я очень заинтересовалась. Я изучила много литературы, читала книги «Успешных идей». Вы все их знаете. Это Роберт Геосаки, это Кайан Тресси, Джон Парринч. Много авторов, да? И когда я все это изучала, мое сознание просто переворачивалось. Я понимала, что действительно, в наше время без каких-либо рисков, без отложений, кроме сетевого маркетинга, это единственный выход, когда вы можете подняться, можете действительно стать владельцем своего бизнеса. Почему, да? Почему я узнала об этом чувстве в венчестве, а вот дарилась успеха только сейчас? Ну, тогда как-то вот я занималась больше изучением теории. Я считала, что я должна быть готова ко всему, что при встрече с вами датами я должна знать ответ на любой вопрос, чтобы меня никто не мог в раствор застать. Вот, и как-то больше уходила в теорию, да? Было мало практики, но я к тому же была очень стеснительная девушка, и чтобы провести встречу, мне это было очень сложно, но тем не менее я хотела делать бизнес. И я начала проводить свои встречи. Это была тогда не компания «Лифрейм». Ну, первого года, да, с темой маркетинга. Начала проводить свои первые встречи. Это были однокурсники мои, одноклассники. Перебрала всех. Весь список, все составила, все, как спонсор сказала, все делала. И один за одним я получала отказы. Один за одним, один за одним. И у меня просто было в шоке. Думаю, почему никто не хочет? Это же идеальный бизнес. Как можно не хотеть его делать? Просто не понимала, почему никто не хотела. И тогда вот, наверное, я разозлилась и дала сама себе вещание и всем. Я докажу вам всем, что это действительно классный бизнес и что я его сделаю. Вот тогда такое вещание с этого. Наступило время декрета, когда я поняла, что готова, содрела уже тридцать больше от теории и практики. Но мы приехали в город Железнодорск. Ушла 10 лет, приехали в город Железнодорск, где я раньше вообще никогда не была. Мы туда приехали жить, потому что был оттуда муж. Ну, и там все-таки родители поближе. Здесь в Москве у нас была съемная комната. Как-то с маленьким литерком мне не хотела жить на съемном жилье. Тем более, в Железнодорске своя уже квартира двухкомнатная. Решили мы с ним туда уехать. Я приезжаю, никого знакомых нету. Бизнес делать надо, потому что делать. Спонсора тоже нету, получается, в другом городе. Это все очень такая компания. Я начала знакомиться даже ребеночек появился с молодыми мамочками, такими же, как я сама, в роддоме, пока лежала, познакомилась, все контакты себе записала с целью, чтобы с ними подружиться, потом приглашать в бизнес, приглашать их на встречу. Где-то вот играться на улице людей, приводить их домой к себе на встречи, ну, я не знаю, как-то вот я еще такая боялась, да, это делать. И в моей голове все время плетели с мысля. Я знала, что мне, чтобы построить бизнес, мне просто нужен поток людей, поток людей. И я думала, боже мой, где мне его взять, как же все это организовать. Думала в интернете, уже искала что-то в интернете. Ну, как-то ничего у меня вот не складывалось, в работе в интернете все время какая-то чушь попадалась. Наверное, вот я, кто-то слышал, да, поступала на мегафорумы и начала сализоваться, потому что Вселенная дает нам всегда, что мы просим. Я хотела, я просила, да, и Вселенная мне послала человека в интернете, там, у скосера Анны Черна. В один прекрасный день она, я получаю в социальной сети «Мой мир», приглашение, вступить в группу. Группа называлась «Мама по совместительству» или «Как заработать в декрессе». Я, как-то, все не сказала, да, пока я все думала, пока я все это искала, где же правит людей, как же быть, прошла доходом, чтобы я потеряла. Я думала, ну, сын пристал, да. Вот. Пригласила Аня мне в группу. Я думаю, блин, ну, наверное, опять какая-то чушь, потому что кто-то в интернете ему могут изложить мне? Ну, ладно, думаю, приму приглашение, за это почитаю. Ну, такое. На следующий день мне уже прибудут сообщения от администратора группы Ани, и она, где она пишет мне, да, что вот я пробую строить бизнес компанией Анифлейн через интернет. Вам это было бы интересно узнать? Я как-то, когда утром находилась в своей первой компании, не допускала, вообще, не хотела не слышать информации о каких-то других компаниях. Вообще, просто вот на адрес отказывалась, консультант, представление обходило стороной, когда вот видела промо, сколько на улице ни продукции, никуда и не пользовалась. Только была у меня одна компания, все, свято не верила, потому что только она такая хорошая, замечательная. И тут, я думаю, в сообщении от Ани было два слова, которые при меня зацепили. Это попробовать построить с помощью интернет, и тут у меня четко, да, это то, что я искала, я в интернете могу, есть вот этот поток людей, который мне был необходим, и плюс там было написано, что без продаж, я думаю, блин, как раздельный без продаж, они же, наверное, потом продаж зарабатывают, у них нет другого, я не знала, да, я думала, что раздельный вообще линейный маркетинг. Ну, думаю, да, я запрошу информацию, запросила, она мне прислала на почку письмо, к этому письму был предъявлен план успеха компании. Письмо я, наверное, прочитала так, бегло, не заостряло на ее внимание, я сначала сразу план успеха и начала его изучать. Какого было мое удивление, когда я узнала о возможности компании, я просто в шоке была, что... и тут оказывается тоже есть пассивный доход и здесь бонусы и не только с первой линии, и что нужно из глубины зарабатывать. Когда я каталог уже вырастала, я смотрю там и каталог на три недели, думаю, боже, обновляется три недели, но надо же, там, где я была, в той компании раз в полгода и смотрю скидки, какие-то овцы, распродажи и цены-то вообще совсем не такие, как валютант. Думаю, боже мой, почему я раньше сюда не взглянула, почему меня раньше с нами позвали? И все, бесспорно, я, конечно, выслала анекдарные для регистрации и начала активно работать. Я сразу уже зарегистрировалась, я увидела здесь то, что мне нужно, я увидела человека, который мне предложил способ осуществления МН4 и начала работать. Давайте следующий слайд. Это график моего роста, конец четвертого каталога 2011 года регистрация, десятый каталог 2012 года уровень старшего менеджера и я родила второго ребеночка и пошла во второй дефект. из дегрета в тегрета сразу. Мы так уже планировали изначально, чтобы у меня было много времени на построение бизнеса. Третий каталог 2012 года это было закрытие уровня директора. уволил и университрация начала 2011 года и третий каталог 2013 год два года до звания директора. Я считаю, что это долгий результат, что я долго к тому ушла. Давайте я расскажу возможно, я сейчас нарисирую сюда, почему я так долго к ним ушла. Опять же, мой спонсор это большой пример для меня и она просто с своими действиями показала, что можно расти быстро. Для меня было нормой до директора до уровня 22% 21 тогда расти 2-3 года. Для меня это была нормой, потому что у меня были стереотипы числой компании. Для меня было нормой, что до уровня бриллиантных директор нужно расти не менее 5-8 лет. Для меня это было нормой. Но когда я увидела результаты своего спонсора, я думаю, может быть, что же я сижу. Вот у меня все есть. Надо двигаться быстрее. это можно делать. Поняла, что это можно сделать и умножила свои действия. Вообще прислалась на пределизор. Короче, все пожелали свои времени и права своей жизни и начала работать. Я поставила себе цель на банкет в 2015-го года, приехала с бриллиантным директором. И когда я была на банкете в прошлом году, Асима Наташа Зуева из Воронежа стояли в Болтаре на банкете и говорили, «Сухарку у вас еще надо приедть сапфиром». Я стою, «Подожди, как сапфиром?» «Нет, у меня стоит цель бриллиантным директором». «Я приеду бриллиантом». Ну так все улыбнулись. Но я добилась своей цели и на этот банкет перехала бриллиантным директором. Также еще одна моя цель сочетает. Я вошла в топ-15 своего филиала на 8-е место сразу. Пока там задержалась. Недолго-долго. Скоро «Подожди, как сапфиром». И сейчас я в 108-е место у меня по России приближаюсь к своей цели войти в топ-100 России. Очень спасибо. Сбежище стоит. Итоги работы 2014-го года. Работы моей команды. Это уже конечно не актуально. Итоги, цифры изменились. Ну вот так мы закончили год. Это вот цифры актуальные на декабрь месяц 2014-го года. Я не могу не сказать компании «Альфлейн». Еще воспользуюсь случаем за уникальную возможность строить международный бизнес вот так же сидя дома. За компьютер. Я очень горжусь тем фактом, что у меня две директорские команды в Казахстане в разных веточках. Одна это Мария Хлорик. Это мой первый уровень. Второй директор уже закрытый золотой директор и открыт званием ее старший золотой директор это Елена Буганова. Впервые встретились с ней на золотой конференции уже. И один лидер есть у меня золотой есть ветер в Украине золотой деревьев закрытый это Женя Плащук. Спасибо компании что поздравляем с тобой и что он не должен стоить ранее. Давайте дальше. Это примерный мой рецепт от меня конечно я шутер каждый день но более ли не стараюсь скреживать с этого графика главное что работаю я в каждый день у меня нет выходных но я могу уже сейчас расслабиться и пропустить больных но все равно даже спать я хотя бы включаюсь в фон спаям смотрю что пишут мои партнеры в течение дня то есть каждая свободная минутка которая мне выдается я использую для работы у днем отвечаю на вопросы своих партнеров знакомлюсь с новичками везде спрашиваю контролирую правильную ли работать мне спонсоры и добавляю ли они во все чаты командные группы и так далее и основное рабочее время это у меня время ночное потому что дети маленькие мне нужно уделять время конечно же и гулять и везде купить поэтому в основном работаю я ночью сейчас у меня трафик поменялся где-то с 22-30 с 11 вечера и до 3-4 ночи я срока на работе раньше когда я жила закрытию звания открытию и закрытию звания бриллиантного директора я работала до 5 до 6 утра и в 10 утра я уже просыпалась дарюси 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 больше по спальцам наши принципы это принципы работы нашей команды главный и основной принцип это построение сети потребителей изначально потому что ни для кого из вас секрет что мы отказались от формирования продаж и в свое время меня это тоже зацепило да у нас есть квартиры которые продают которые делают это классно и есть те которые хотят научиться продавать и они учатся у тех кто это умеет делать но большинство весомая часть наших структур это лоярные потребители продукции компании и я сама таковой тоже являюсь важный участник системы финансово заинтересован казалось бы да схема которую мы используем при построении своих групп в глубину да она известна довольно таки давно я ее узнала когда она ходила еще в своей первой компании но сейчас я понимаю что реализовать эту схему может могут действительно только те люди которые готовы помогать готовы делиться даже частью своего дохода да принцип стал сам помоги другому стал сам директором помоги другому стать директором помогая не только словами и не только обучением но и найденных людей помогая использованию людей команды если сам стал директор ты уже знаешь как это делать и ты просто обязан помочь как минимум длину своим партнерам под защитой первой линии тоже добиться этого уровня и тем самым ты и себе тоже помогаешь в принципе доступности я работаю я работаю с людьми не только своего первого уровня но и абсолютно любой глубины для меня важно чтобы человек был активный чтобы он хотел зарабатывать было желание обучаться самосовершенствоваться и чтобы он хотел с нами зарабатывать если человек не обращается неважно я его регистрировала или не я его регистрировала то если он сам доверяет активность я всегда помогу и поддержу он всегда может рассчитывать мою помощь и поддержку Сейчас на слайдике в принципе резюмирована система работы нашей команды Успешный бизнес это отлученная и налаженная система взаимосвязанных между собой действий то есть одно без другого работать не будет нужно чтобы все работало в совокупности каждое звено каждая шестереночка была налажена и давайте я расскажу о каждом звене отдельно рекрутирование рекрутируемых социальных сетях в интернете ищем людей везде где они есть преимущественно рекрутируемых социальных сетях это и одноклассники и можно разместить объявления бесплатные доски объявлений это форумы группы сообщества в социальных сетях везде где можно размещать объявления также еще занимается email маркетингом это уже для более продвинутых наших коллег и для новичков потому что здесь в основе лежит создание авторской рассылки создание сайтов воронов но тоже так инструктируют конечно же это личные сайты личные блоги контекста реклама везде используем абсолютно все ресурсы их на самом деле очень много и я прям в сеть не работаю я знаю что есть и что люди в моей команде работают кто чем работает знаю но вот сама досконально все методы я не владею внутри команды у нас организован обмен опытом где как раз которые работают допустим только сайтов они делятся тем как они это делают и просто наши партнеры приходят на вебинар получают знания и для себя выбирают метод которые им подходят главная задача реклитирования это организация потока огромного потока чтобы был большой поток естественно нужны массовые действия и ежедневно массовые действия по статистике давайте поговорим я больше работаю в социальной системе и буду говорить по ней минимум нужно делать 500 приглашений в день смотрите приглашение приглашение и приглашение то есть контактов можно так сказать и приглашение друзья и оценки целевое фото и комментарии можно писать посты репосты с других страничек вот это все в совокупности нужно чтобы не меньше 500 этих действий было ежедневно если только приглашаете друзья значит и из почему так много потому что не все они естественно принимают вашу помощь взят с вами идти на контакт всего лишь 100 человек примерно с этого числа у вас будет добавка друзьям будет много друзей всего лишь 20 из них заинтересуются информацией которую вы предлагаете и из этих 20 всего лишь 1 или 2 человека будут вашими зарегистрироваться но это даже не факт что они сделают заказ зарегистрироваться просто да по страничкам естественно с одной странички сейчас не даст вам да не одна социальная сеть пригласить только людей поэтому если вы хотите организовать пакок людей нужны массовые действия соответственно вы будете сделать больше страничек для работы чтобы иметь возможность сделать больше действий обучение как же мы обучаем и сопровождаем своих авторов пригласить человека это одно нужно его заинтересовать чтобы он остался с нами показать действительно что есть деньги компании что мы действительно их зарабатываем а не просто рассказываем об этом рассказываем как мы обучаем я моей маме есть налаженная система вебинаров у нас вебинары проходят ежедневно не по одному вебинаров у нас минимум три у нас минимум три года в день проходит скучно для моей команды для моей профессиональной группы ежедневно в 11 часов дня проходит зумбосар на этом вебинаре мы рассказываем новичкам суть бизнеса и даем им первые шаги что ему сейчас куда ему сейчас идти куда нажать и что нужно начать делать в два шеста дня у нас проходит вебинар стиль жизни здесь это уже по всей структуре моего спонсора проходит и мы тоже участвуем в проведении этих вебинаров там мы показываем сравнение да те кто уже добился результатов каких-то показывают как они жили раньше и что у них есть сейчас может у кого-то была мечта ремонт сделать врач не было возможностей вот он показывает фото даже есть свои на территории и вот сейчас ремонт кто-то диван купил кто-то машину купил и так далее в 6 часов вечера у нас проходит вебинар вебинар по рекуптированию это как раз проживает этот опыт о котором я говорила ранее а по миморезе вебинаров также мы проводим вебинары по продукции по текущей максе как для тех кто хочет научиться продавать как делать свои 150 баллов по лидерству мотивационной ну в общем все что и компания проводит для мотиватор поэтому может быть у нас три вебинара с терпитом в тень и могут быть еще четыре или пять тематические вебинары также есть еще личные планировки у директоров у моих которые уже и менеджеры у меня в принципе девчонки сейчас активные и уже с уровня девять процентов они сами проявляют инициативу и хотят проводить семинары конечно мы к этому не отказываем и с удовольствием пользоваться комнатой они обучают свою команду Школа новичка это у меня есть сайт куда новичок который дается новичку сразу после регистрации он попадает на этот сайт и там по шагу расписано что ему нужно делать какой вебинар и порядок есть куда подписаться с кем познакомиться все это расписано это школу новичка он изучает пока что надо сделать что надо сделать дальше школа менеджера это уже для партнеров которые для активных партнеров не обязательно быть на уровне менеджера чтобы получить доступ к этому обучению там уже идет больше информации по работе с командой по отчетам которые есть на сайте как создать как чат как команду свою сосредотачивать в новых местах разъясняется план успех прочитать доход то есть такая уж информация также информационная рассылка есть у меня по которой я структуру свою обращаю во всех акциях есть канал на ютубе обучающий нас там собраны видео уроки и записи вебинаров которые распроходят ежедневно видео уроки с техническими моментами оформление заказа прогрессировать процесс для чайников сделать страничку то есть все собрано командные чаты сайты в маленьком ленте у некоторых девчонок есть сайты у меня нет и конечно же неотъемлемая часть обучения это личное общение со спонсорами со всеми вышестоящими спонсорами не только с тем кто подключил его в проект сопровождение на каждом функциональном уровне наши партнеры у них есть свои вещи которые должны делать обязательно вот новички наши партнеры с с уровнем 6 процентов формирование привычки делать личные заказы на 100 баллов бонуса мы даем людям не заставляя сразу приходи и проходи в стартовую программу конечно нам бы хотелось чтобы все партнеры это делали но мы даем возможность действительно подняться с нуля ситуации у всех бывают жизненные разные и бывает действительно так что человеку не за что купить кусок мыла поэтому мы не дарим мы даем возможность включиться делать конечно же им рекомендуем получать немедленную прибыль чтобы они показывали потолок и зарабатывали вот если у тебя нет денег почему не использовать эту возможность показывать потолок вот пожалуйста у тебя денешь на руки обучение обучение очень важно потому что я объясняю так когда ты приходишь работать на предприятии на новую работу ты что сразу идешь и тебе доверяют что там серьезное делать нет ты тоже обучаешься ты проходишь тажировку это нормально у нас здесь тоже ты получаешь новую профессию поэтому основное что нужно делать это обучаться и обучаться и рекрутировать тоже и активное рекрутирование это партнеров уровня 9-18% здесь уже побольше даже приличный заказ да минимум 150 баллов бонуса опять же мы на сайтах мы говорим тут уже начинается премия по трубороскому дело твое если хочешь дополнительные деньги пожалуйста собирай премии не хочешь твое дело твое да партнер у меня уже на таком уровне и он у меня спрашивает вещи из школы новичка я его отсылаю погуглить поискать информацию конечно новичка я не могу так послать я вам покажу где посмотреть а вот если ты уже менеджер и ты делаешь заявку на успешный бизнес и должен уметь собрать информацию мы тоже ее сами искали это нормально репетирование обязательно на любом уровне включение новичков здесь что имеется ввиду включают спонсоры которые зарегистрировали они сами должны давать новичку но менеджеры должны контролировать потому что спонсоры они сами плавают плохо поэтому менеджер контролировать с как вы включены навички здесь тоже люди работают командные планировки делятся своими фишками которые делают в своей команде и с уровнями менеджеров должна быть своя рассылка и и свои чаты потому что людей становится много и каждому индивидуально не удается поработать поэтому нужно в чатах людей с тридцать партнеры уровня 22% и выше делают все то же самое что и менеджеры и добавляются примерно минимум 2 с балла конуса планировки с менеджерами уже то есть расставляются планы на каталог и на несколько каталогов вперед я помогаю это делать и здесь уже кто хочет директора которые закрылись у меня делают проводят мотивационные конкурсы акции для своей команды я сейчас вам расскажу какие я делаю конкурсы можно дальше уже инструменты которые мы используем в нашей работе мы абсолютно все используем что есть в интернете это и официальный сайт компании конечно же электронная почта основной тоже инструмент на него оручение приходит и рассылки рассылка рассылка у меня на смарт-рисфонтере как-то я с самого начала когда мы начали начала пользоваться этим ресурсом и до сих пор там осталась у меня уже платная рассылка skype конечно же используем чаты командные рекрутинговые сайты есть командные сайты где обучение рекрутинговые сайты это чем собственно рекутировать да блог нужно для рекутирования но некоторые мессенджеры делаем первопрочечения на блоге рекрутинговые сайты вебинарные вебинарные комнаты вебинарные комнаты вебинарные у меня на jvo.com социальные сети понятно все это youtube и рекламу некоторые пользуются контекстами рекламы я сама еще не разу если есть бесплатные то где они работают может быть скоро начнем чтобы высвободить больше времени себе свободно ну в принципе все понятно будет очень важно для роста создать атмосферу просто я постоянно провожу помимо того что компания делает для нас я постоянно провожу конкурсы розыгрыши какие-то программы придумывают для своей команды мне нравится это делать мне нравится результат который я получаю мне нравится реакция партнера и я буду делать это и дальше и продолжать это приносит мне хороший результат какие например конкурсы сейчас у меня идет для персональной группы с 7 по 12 каталог я запустила на лето назвала его лето роста и там у меня для разных уровней разные подарки разные условия например такие для новичков прошедшие первый шаг стартовой программы я сделаю розыгрыш и разыгрываю 500 рублей три три таких приза в каталог то есть 20-30 на речков обычно проходит первый шаг и среди них разыгрываются три счастливчика вам это нравится очень они с радостью начинают делать это когда еще показываешь другие выигры для этого заказа для партнеров уровня 9 нет от нуля до 9% у меня это ведет да желающим принять участие до уровня 9% у меня условия сделай прирост с 7-го каталога по 12-й каталог на 2500 баллов бонуса и конечно же должен быть отрыв от настоящего уровня и каждый каталог личный заказ если ты на 6% особого бонуса если ты на 9% то на 150 баллов бонус по-моему все условия если я помню и тогда вот для человеку который осуществит это я дам приз 5000 рублей и также это я делала для персональной группы на тот момент у меня самое максимальное звание персональной группы было 12% для них я тоже сделала условия если они идут в период седьмого 12-й каталога на 22% то я еду 15 тысяч рублей конечно тоже условия отрыв и т.д. не рейс делаем постоянно это такой эффект соперничества создает между партнерами наши допустим люди примерно в одно время зарегистрировавшиеся они поглядывают друг на друга допустим вот Маша вышла на 9% а я уже не рейс делать нужно и люди сами с собой мотивируются за достижениями других аренд про конкурс я считываю этот лето-рос я обучила выполнение планов на и у меня люди очень хорошо и новички которые приходят включаются в выполнение планов вот это уже на сегодняшний день проведение этого корпуса дало мне следующие результаты те веточки которые у меня две веточки на 12% они уже одна вышла на 18% и вторая почти 18% чуть-чуть они потянули и две новеньких веточки с нуля на 9% обе уже у меня вышли поэтому буду продолжать с поздравить я делаю видеоролик лично я делаю менеджеры проводят вебинары здесь новые уровни первый шаг стартную программу прошел тоже идет поощрение абсолютно за все если новичок зарегистреливал самостоятельно своего новичка надо похвалить сделал самостоятельно заказ надо похвалить для нас это мелочи но людям это очень нравится и они чувствуют поддержку и они готовы дальше работать очень важно признание так законы стабильности наши тюрьмы все бизнес-порте должны зарабатывать ну это логично если человек зарабатывает он на тебя никуда не уйдет чтобы группы стабильные были минимум три зарабатывающих партнера должно быть веточке я не отпускаю веточку пока в ней нет три человека у которых вам охотнено индивидуальное сопринимательство я продолжаю с ними работать комплекс личное общение командная работа систематическая работа ежедневно еще раз делаю акцент да если хотите Если это длится чего-то, то нужно делать это ежедневно, пусть маленькими шагами, пусть хоть чуть-чуть на уважный день. Мотивация, я тоже уже сказала, как говорила, и этичность. Я учу свою команду работать правильно, работать в соответствии с правилами компании. Я считаю, что на чужих быстрых бизнес не построишь, и нужно все делать честно. Если мы выбрали эту компанию, у нее есть правила, мы должны их придерживаться. И на вебинарах у нас постоянно наши партнеры слышат правила компании перерегистрации. Бывает новичок, глаза валят, хочется кого зарегистрировать, а можно он уже консультант? Нет, нельзя. Ты поставь себя на место его спонсора. Вот ты сейчас зарегистрируешь, а вот новичок твой пойдет куда-то, его там где-то перерегистрируют. Тебе будет приятно, ты его нашел, ты с ним работал, тебе будет приятно быть на этом месте. И тогда люди уже понимают, как люди будут рады. Нельзя делать это. Так, секреты просто. Еще раз повторяю, вижу. Нервность, систематичность. Массовая, я сегодня уже говорила, у нас бизнес больших цифр, да? Быстрые результаты потенции, делается больше есть. Личное репутирование. Как говорит мой спонсор, решает все проблемы. Если нет роста, нужно больше лично репутировать, да? Работа без опятки, на результаты. У меня, собственно, так всегда и работало, да? Есть такие партнеры, которые 20 раз найдут, зайдут в личный кабинет, посмотрят, сколько там баллов сегодня прилипло, да? Сколько там людей зарегистрировалось. Я просто делаю. Просто делаю многое, знаю зачем, и я знаю, что это даст мне результат. Работа с партнерами любой глубины, тоже уже говорила об этом сегодня. И организация командной работы, да? Тоже системы вебинаров. Проще организовать, то это все будет проводиться, да? Чем со мной по 4 вебинара действия. Вот, это то, чем мы первоначально своих партнеров мотивируем. Новичков, да? Когда они приходят, они ежедневно на вебинарах по несколько раз видят вестницу успеха, видят таблички с доходами. Да. Именно вот так я и говорю в докладе Ольга, что вот вестница, вот мои доходы. Мои, которые уже зарабатывают, показывают свои скрины доходов, срочные помощники, свои гаутерские справки, делают видеоролики, когда они находят, да, в свои банки онлайн. Все это мы показываем своим людям и говорим, что да, вот эти деньги, они есть, и наша с вами задача их заработать. Хорошо. Еще разложимся. А, давайте. Цель на первый год. Мы не ориентируем своих партнеров на достижение маленьких целей, да? Сразу, с первого дня мы все время забируем их, да? Что не директор и даже не старший директор – это не ваша цель на первый год. Это промежуточная цель. И вот все то, что вы получаете по пути своей основной цели, по пути достижения своей основной цели – это все как приятные бонусы, да? Давайте дальше. Ваша основная цель – это золотой директор. Первый год. На первый год здесь, да? Две керстики. Почему на эту цель ориентируем сразу? Потому что это уже позиционирование с европейским уровнем жизни. Это уже программа «Мой автомобиль, мой добрый», то есть. Это уже путешествия, да? Компания, золотые конференции. Как бы, в принципе, вот этот уровень, он достойный, да? Достойный, чтобы работать. Можно говорить, что нужно сделать. Сводишь три веточки, вывести на уровень 22%. Давайте дальше. Что меня мотивирует? Ну, конечно, здесь я написала не все, потому что я хочу только вам рассказывать. Я написала на основное. Мои дети, моя семья. Как будто нормально, да? Что мама хочет, чтобы ее дети ничего не ждались. Также моя мама, она сейчас осталась одна. И я очень хочу ее помочь. Она сейчас, будучи на пенсии, я еще что хотела сказать по поводу пенсии. Когда я работала в банке, да? За эти копеечки, мне, конечно, выжить на 6 тысяч рублей в месяц невозможно было. То есть, правда, родители не помогали. Ну, они говорили так, ну, ничего, ну, ладно, что маленькая зарплата. Ну, стаж же идет. Стаж же вот есть. Вот в прошлом году моя мама вышла на менсию с сегодняшнего возраста. И за 20-летний стаж работы на государство и 15-летний стаж как ИП, ее пенсия составила 8 тысяч рублей. То есть, пересчитали за год 9 тысяч. И вот я спрашиваю, мама, стаж это действительно главное? Действительно так важно? Для чего? Ничем. Кроме работы, моя мама ничего не видела всю свою жизнь. Вы постоянно работаете с папой. И я хочу сейчас, чтобы она со мной сейчас продолжает работать. Ну, это тяжелый период. И, конечно же, мои партнеры меня тоже очень интересуют. Я просто кайфую, да? Когда у меня новый менеджер появляется. Когда новый активный партнер. И мне хочется им помочь. И всегда у меня найдутся силы. Потому что растут они, и растут я, и растут я. Это тоже меня очень нитирует. И мои ближайшие цели на год. И я буду 6 новых партнеров. И в первое время зарабатывают со мной. А уже я где-то конец августа, начало сентября. Я планирую открытие нового звания старший бриллиантовый директор. Уже я вам сказала, да? Что билеточки на 18 пациентов есть. Где-то ноябрь. Это будет открытие звания дважды бриллиантовый директор. Тоже уже фундамент заложен. И звание исполнительный директор я планирую открыть до начала 2016 года. У меня состоит цель, чтобы на золотую конференцию в следующем году приехать в звание исполнительный директор. АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо всем! Во всех, на всякий согласование. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Спасибо. Спасибо.